Программа из глубины Так что сложилось, что после съёмок программы Панки 90-х мы решили сделать скопанки 2000-х И сегодня в гости пригласили Костю, более известного как Костян из группы Мэтью Перри Всем привет Для тех, кто не в курсе, группа была популярна в середине 2000-х ПЕСНЯ Тогда в середине 2000-х был рассадник групп, все играли ска, брали дудки, гитары, слабая доля, играть не умели, но желания и оптимизма было много. То есть там тогда было достаточно взять трубу в группу, ты уже засчитался скопангруппой Примерно так и было у всех Да, и на тебя в любом случае ходил народ там Вот расскажи, как появилась группа Мэтью Перри и почему именно такое название? Ну музыкой мы начали заниматься с 16 лет, так это всё было, как игра И потом вот собравшись там в компании, в районы, решили просто создать там Началось тогда увлечение у многих футболом И решили создать такую, как раньше называлось, типа около команду такую Но у нас совсем не получилось, у нас она такая больше весёлая получилась У нас не было таких конкретных песен про футбол А название у нас тромбонист просто пришёл, мы его спросили, как называться будем Он нам просто сказал, есть Фред Перри, а мы будем Мэтью Перри А, вот откуда ноги растут И через два года он узнал, что есть такой актёр, он просто где-то слышал Он не знал, что такой актёр есть Ну, видимо, заливал как-то Да, это Максим, его все знают, тромбонист Я не знаю такого тромбониста Максима Он ещё в экстре играл после А, понятно Слушай, ну, допустим, и как проходил сбор? То есть где-то взял музыкантов по тем временам И как организовывали первые концерты? Ну, я взял гитариста из района Ударника тоже взял из района Профессионально был только гитарист, по сути А, ну, Максим, но у него только тромбон был сломанный А так он закончил музыкальную школу по нём Собрались, да, кто есть, кто на чём умеет Кто там немного на басу Забили репетицию По-моему, на тот момент уже несколько месяцев Миддлнейм существовал И, по-моему, мы на Семёновской с ними репетировали Делили репетицию на двоих, там, выпивали Ага Ну и про первый концерт расскажи, как так получилось Откуда вы народ набрали? Почему народ приходил? Где? Ну, народ приходил, потому что раньше все в тусовках были В каких-то... И не было соцсетей, не было общения Все собирались на концерт только ради того, чтобы получить общение Узнать там какие-то новости Просто... В принципе, мне кажется, музыка даже так, как сейчас Людей не волновала Больше вот эта вся тусовка нужна была Приехать, потусить, пообщаться Да, потому что все уже за две недели знали, что вот В субботу мы идём, будет концерт Мы там выпьем, потусуем, встретим друзей В принципе, да и никто не заморачивался насчёт музыки Мы выходили всё время пьяные на сцену И так вот, как сейчас, щепетильно не относились Что там где-то кто-то лажает Мы это, может, и не слышим О чём вы поёте? Вы ещё не в саду? Нет Идите в сад Вы там будете петь? Вы там будете слушать Ага Ну, а дальше-то куда? То есть, вот я помню, что была плеяда групп Там их можно называть по именам Мэтт Скарферс Фёрстлайн 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 не было тогда Фёрстлайн же был Ну, условно говоря, там все вот эти вот появились Их там, Салманс В общем, груда была А потом резко все куда-то пропали Прям вот вообще все Что с вами-то стало? В основном 85% этих групп Были просто веянием моды И были некоторые группы, которые просто Пели про футбол Ну, просто пели Ну, у них даже не то, что на стадион Там они вот Всей этой жизни там не видели Просто там Для меня у меня все знакомые Вот я не могу никого-то назвать Кто бы Маломальский был с этим не связан Как-то поэтому я по этой и пою Ну, а остальные группы Было это модно Перестало быть модным Кто-то начал делать другое Кто-то просто положил на это Мне кажется так Но это лично мое Ну, а что ж ты Эмой играть не стал? Не нравится стиль такой Как-то обошел У тебя просто волосы, наверное, не росли Как бы по длине Ну, а и чего дальше? Вот ты бросил заниматься музыкой Куда пропал? Почему сейчас у тебя все это дело сложилось? Проблемы были с алкоголем Не до музыки было Я совсем завязал И с футболом, и с музыкой Просто многим сейчас кажется, что резко Я где-то везде начал ходить Просто сейчас, ну, настоящий интерес такой идет Именно трезвый Раньше больше по моде куда-то все равно таскались Сейчас ты осознанно все понимаешь Куда ты ходишь для интереса Сейчас ты ищешь то, что тебе приятно Просто я думал, многие вещи отойдут Просто для алкоголя Что это было вот это веением алкоголя Но на самом деле оказалось нет Ну, вот проблемы с алкоголем Это в какой степени у тебя были? Очень сильные Ну, я даже не спорю с людьми насчет этого Что они там выпивают Говорят, я там стакан, бутылку Я намного больше пью Я пил все Кислое, да? Ну, то есть это такая проблема Да, это очень было Ну, я осознанно убивал себя Не видел смысла в дальнейшем И просто спивался, не говоря друзьям о том, что Так потихоньку Ну что, зачем сразу тебя убивать так? А, ну то есть ты типа это Живи быстро, умри молодым? У меня вот там последние месяца были У меня вообще там ноги отнялись Мне бабушка там по три бутылки водки в день приносила Ну, чтобы я уже не умер Ну, у меня кайфа уже не было никакого А, там просто для поддержания? Да И как ты решил эту проблему? Родители просто взялись Они увидели всю проблему Они-то сначала так думали Бабка-то молчалась Ага Приехали и прокапали Хорошим врачом там каким-то там ФСБшным Он сказал, что, говорит, прокапывания одного не хватит Говорит, ему сейчас хорошо встанет Опять повезет? С соседкой побежит Да, и говорят Он такой говорит, ну, родителям Я не уеду отсюда, пока вы его в наркологичку не повезете Аа Ну и дальше вот там до того дошло Меня в наркологичку не приняли Потому что думали, я у них откинусь Меня повезли в 23-го на Таганке Потом, вот там месяца три я вот от этого отходил Но я не кодировал Я вот именно Сам? Да, я поехал по самое последнее Когда в наркологичке рекламировали революционный центр Там спортзал, там Ступино, Сосновый Бор Я думаю, дай-ка съезжу, что там на халяву А, там на халяву можно было пить? Да, прямо с наркологички Там едешь в Ступино Я думаю, а что бы нет, все равно там А как там жизнь происходит? Ну, вот просто вот интересно для людей, которые, да Там бухариков-то много Мысли и чувства, испытанные при этом Положительная или отрицательная реакция И реакция тела Написание всего этого Помогает лучше научиться понимать себя И свои чувства Ты, может, смотрел фильм, есть такой Я не помню, как называется американский Про 12 шагов, где они там в кругу собираются У них, вот они живут, как можно сказать, общиной Вот они там зарядка, вот у тебя распорядок дня В конце дня вы собираетесь, ты ведешь дневник И все рассказываешь Дневник что? Что ты делаешь? Что ты делаешь и что ты чувствуешь, когда это делаешь А, и ты рассказываешь со всеми, учишься делиться Меня зовут Боб Раньше Боб был чемпионом по бодибилдингу Да, делишься, вот это рассказываешь Тебе все хлопают А вот расскажи, ну вот ты в наркологичку приезжаешь Что там происходит? Ну вот просто как бы даже интересно То есть тебя повезли в наркологичку Дальше что-то там неделю, месяц, две там лежишь Не, я сначала на таганке вот это три недели Не, ну сначала я думал, сейчас я выйду Пить-то я все равно буду А-а Да, у меня такое сначала было Потом в наркологичку привезли Когда вот вторую больницу Я, ну думаю, буду выпивать Там праздники, там дни рождения Ну а когда я вообще всех увидел Реабилитационный центр это вообще самой жестью был Я попал к наркоманам Потому что они самые молодые были моего возраста У меня к наркоманам А алкоголики там от 35 лет был А сколько тебе на тот период был? 26 27 мне исполнилось прям там Ага, ну еще и привезли Ну и в реабилитационном центре я посмотрел Ну больше вот я попал к наркоманам Вот именно не таких, каких там по телевизору А прям жестких, вот таких вот там Катадоновых, героиновых, молодых девок Которые там проституцией занимались, наркотики Там у всех сидят Давайте поблагодарим Томаса за то, что он поделился с нами Спасибо, Томас И что-то у меня там быть не захотелось А как это выглядит? Ну то есть как Там в принципе по телеку конченных показывают А там это как-то... Ну они, знаешь, как они Вроде с тобой адекватно разговаривают Но для них там ценности совершенно другие Там для людей, что там девочка рассказывает Что у нее под героином подруга вышла из окна А ее спрашивают А кого тебе в жизни жалко? Она говорит Ну мне в жизни больше всего там Собачку свою маленькую жалко А на людей... Ну там нету такой человечества Мне там дико было 35 дней там Мне отец говорит Ну может еще? Я говорю Не, я говорю вообще Что-то мне страшно к этому возвращаться Этого утопия И потом ты поехал в Ступино, да? Нет, это в Ступино А, это в Ступино уже Да, вот такая наркологичка Которая типа больницы Там ничего жесткого нет Там в основном там Ну алкоголики кодируются Самые сильные кодировки Они выходят, выпивают Все равно ничего не действует Но они возвращаются Вот так круговорот А уже в реабилитационный центр Там кто-то осознанно едет Ну кого уже... Кто сам не может А кого туда посылают там Там люди говорят, что у них Смысл жизни наркотики Вот они прям так в открытую говорят Ну в принципе Вероятный смысл жизни Ну в принципе Как и у тебя алкоголь был Правильно я так понимаю? Ну я его уже хотел Мне было от него плохо Я кайфа не получал Но я не мог Я вот мне прям Мне было очень плохо Я так понимаю Что они тоже Кайф уже не ловят Я так понимаю Что просто это уже Какая-то такая Поддержание жизни Ну не знаю Вот мне кажется Вот бывшие наркоманы Они как-то с эйфоретиком Рассказывают Про вот то, что употребляли Мне как-то вот Противно вспоминать там Нет, я не стесняюсь Своей правды Все было Надежда Мой компас земной Холя А я тебя нашел Я думал Я тебя потерял Слава Вот сюда Не признавайся Мы вместе Да Ну и смотри Раз затронули эту тему И что? И как? Вот ты например Сколько у тебя времени ушло На Ну на лечение Такое На понимание того Что Ты больше не будешь бухать Я сейчас скажу Где-то неделя Потому что Вот эти все Все время Многое Когда я лежал Я не понимал А вот именно Вот в реабилитационном центре Мне хватило там недели Когда там у тебя забирают Телефоны Там вот это все Все друг другу Какая-то ненависть Там все равно есть Ненависть даже Я себе подвернул ногу Играя в баскетбол И меня повезли В город там не выпускают Повезли в город И На меня потом все злость сточили Что я типа нарочно Себе подвернул ногу Чтобы в город поехать Я типа там вражимый потом Гад ты оказывается Костя Федотов Ну там Озлобленные люди А его-то там 35 да Они это говорили? Да 35 Я их даже считал Там это очень долго тянется Ну особенно Телефона нет Интернета нет Привычного А потом мне сказали Типа ходи на эти Анонимные алкоголики Где они там хлопают Ну я туда пришел И просто Там все жалуются На свою жизнь И я понял Мне своих проблем достаточно Чтоб чужие слушать Я сам как-то разберусь Просто приходят мужики И говорят Вот как мне было плохо Всем привет Я Таргут Привет Таргут Привет Я пришел сюда Потому что я Подсел на марихуану А ты сосал Ради марихуаны? Вообще-то нет Стэд и срам Мы затронули Наверное Самую важную тему Которая в твоей жизни Да была Это синька Ну из-за синьки Да Закончилось все И музыка И околофутбол И все Потому что тогда Когда меня подтягивали В последние моменты В тот же околофутбол Ну там просто Люди видели Что мне там Ну водка была дороже Были предложения Я приезжал на тренировки Перед этим Выпивший коктейль Мне говорят Ты что Совсем что ли Я говорю Ну я так всегда Люди тянули А потом просто кидали руки Звонили Я говорю Ну там работаю Там дела То-то-сё Серьезности в этом не было Ну в принципе Как бы оно так всегда И происходит Что люди сначала Вроде пытаются тебе помочь Но если ты сам себе Не пытаешься помочь Они как бы понимают Что нахуй тут как бы Есть люди Это что-то Это какой-то промatte Это какой-то промежуток времени Ну ты уже бухал Или Ну как То есть вот Есть какая-то такая грань Когда ты понимаешь Ну, когда люди начали отворачиваться, когда там, раньше-то у меня как шло, я все вот с алкоголем, у меня там, и в футбол я ездил, и там, на дела ездил я все время, даже там знали у нас ребята, что я выпиваю нормально, я там и встану, и все нормально было. А потом я просто уже ничего не мог делать, я мог под алкоголем, только без алкоголя мне было плохо. Не пил же! Не пил! Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что грани вот какой-то между тем, что ты сейчас пьешь там пиво, да, по вечерам, и тем, когда ты уже оказываешься алкашом, ее нет, то есть... Любой алкоголик знает, что он алкоголик, но он не может это признать и начинает говорить, но алкоголики, они очень такие люди, вот которые, они эгоисты, они врут сами себя, они знают, что ему плохо, он все равно говорит, да не мне так, да хорошо. Ну, я думаю, я думаю, не так, я думаю, что алкоголик, который осознает, что он алкоголик, он, ну, может попробовать решить эту проблему, а человек, который говорит, что не, у меня нет проблемы, он, мне кажется, он не осознает еще что-то. Ну, вот я понимал, что я алкоголик, а другим говорил, типа, вы не правы, ну так, в злость, хотя я знал, что... Да, похмел, ошибаешь. Абсурд! Ошиблись с адресом, уважаемый, в моем положении. Дочка! Ну, я не против алкоголя, люди есть, которые умеют пить, выпивают, я не мог не похмеляться, а вот у меня, ну, для меня, вот, там, люди, которые сильно выпивают, а потом утром едут на работу, я вот не понимал, как они там перебарывают. Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы тебе сюда не пришел? У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства, похмельный синдром называются. Ну, психиатр-то кренов, ну, много ты понимаешь, ты в моей жизни! Ну, это, да, у всех же метаболизм и все стали... Некоторые могут, некоторые две рюмки выпьют, а для меня был, ну, смысл пить две рюмки, это, ну, что за провождение вечера. Да и на работу потом нахера ехать. Ну, вот я тебя помню, ты был такой, там, щекастый, здоровый, сейчас сидишь подтянутый парняк такой нормальный, ты чем-то занялся, спортом, наверное, каким-то, что вообще, как жизнь изменилась? Что, кто тебе помогал в этом? То есть, ну, я прекрасно понимаю, что, будучи зависимым от пьяных тусовок и выходя из них, там друзей больше не остается практически. Нет, вот мне помог Веня, вот, он такой с детства дружище такой мой. А Веня это, который у тебя тренер? Это мой тренер, да, вот он меня поддерживал. Да много народу там, того же, ну, Илью, ты знаешь, который там, Востоков, он тоже там свою лепту вначале внес, он говорит, есть зал там на чистых прудах бесплатный, там, давай там езди. И как-то меня все потихоньку, потом денег нету, приходи. Сложно, конечно, сначала там, я там очень был сложный, я вообще там, ну, ты представляешь, он не атрофирован просто весь был. Но не понимал, что делать надо? Ну, ты представляешь, я пил там большую часть своей жизни, для меня все по-новому было, я вообще ничего не понимал. Ну, и ты пошел... Некоторые люди, кому я относился хорошо, это на самом деле, ну, все по-другому переворачивались. Ну, оказались белые. Оказались, да. Кому я дел зло, там многие оказались... Давай, давай, пятка сдавлю! Твой сегодня очень веселый, а это из меня алкоголь выходит. Сам же говорил, видишь? Ну, и вот ты пошел в Вене, тебя, я так понял, пригласил в этот спортивный клуб «Тотем» на тайский бокс, да? Да, да. И ты вот до ноги, я так понимаю, что занимался? Так я и после ноги, потом у меня случилось с ногой, я потом в корсете еще по боксу полгода отстоял, потом мне запретил Вене приходить на тренировку по кассе. А, пока не делаешь? У меня спорт у меня и так же, как пиво, если я начинаю. То все. Ну, да. То есть ты спортивный алкаш? Можно так сказать. Спортаж? Да. Твердо решил, завязываю. Вот правильно, Сереженька, ты человек молодой, ты теперь к новой жизни возрождайся. Да, все, все. Ну и вот ты закончил, и что потом? Наверное, группа для тебя стала чем-то возможностью отвлечься, да? Я так понимаю, что… Нет, я не хотел вообще, ну, не думал вообще о музыке. Это вот Алексей Беспалов предложение. А он тебя затащил специально. Ну, вообще сейчас держится на нем группа, потому что у меня сейчас… Я очень много работаю, я бы не смог столько сделать. Леха вот реально, он вносит очень дофига в группу. Вчера ехали с репетиции, он ныл, что… Блядь, съебали все, они в плане, какое они делают, федорасы. Да, я согласен, потому что группа интересуется только два человека. Леха и Леха. Леха и Беспалов. Потому что Леха пережил примерно то же самое, и он понимает, что… Ну, Леха, я так понял, что вытащил тебя, собрал обратно группу для того, чтобы твой боевой дух поддерживать. Ну, я даже не знаю, это как-то вот так произошло, он «Давай попробуем», я говорю, «Давай». Ну, и вот, возвращаясь теперь уже к группе, как так за 12 лет существования группы один альбом? Как? Вот как вы умудрились тогда не записать альбом? Не было денег. Нет, ну для чего-то они были, но никак не для записи альбома. Там потом, потом. Да и не хотелось. Мы записали две студийные в Зеленограде, когда у нас там возможность была, что их там на маяк, на радио возьмут. В те времена еще? В те времена. У нас был ударник, Эндрюс, такой в «Сейн Китс» играл, он к нам пришел. У него была такая завязка, и у нас должны вот песни медленные были, и Наташка взять на радио вот этот маяк. Потом также вот из-за алкоголя как-то потерялись, все, поссорили. Среди вот всех остальных куча вот этих ненужных репетиционных записей затерялись. Ну, мы считали нормально записать на репетиции. В этом вечере я много прошел в поле московских, распухивая птицы. Один по улицам бегаем. На три беда, что мы согретуем иной. Я знаю, теперь я на герману уже. Ну, сегодня я пьян, возвращаюсь домой, возвращаюсь домой. Ну, и что сейчас? Какие планы? То есть, я смотрю, что, в принципе, достаточно успешно у вас все происходит. У вас вот один альбом появился, да, потом вы еще взяли саксофониста, записали там и пишечку с двумя песнями. И концерты у вас там нет-нет, да и да, как бы, происходят. Там, спасибо, там, вот тебе, также Лехе, то, что вот это происходит. Также многим людям спасибо вот за, там, ну, за понимание вообще ситуации, там, циклу спасибо. Они нас вообще, вот, вот все, это момент нового творчества, там, как-то мы с ними плотно. Мы сначала с ними вообще объединиться хотели в одну группу, быть двумя вокалистами, там, с мамаем. А у нас как-то мнения не сошлись. Ему нравится вот такой вот, вот именно скопанк делать. Мне нравится чуть по-другому. Ну, тебе больше такой по панк-року. Ну, мне тогда еще на первый момент хотелось, я попал вот это, жестче, на тот момент вот этот хардкор пошел. Я вот хотел Матюпыри сделать жестче. Вот, когда альбом сделан, вышли без дудок, хотели без дудок играть. Ну, потом я понял, что мне больше такой добрую нравится музыку играть. Агрессия и так. Да, он хардкор-то и сейчас не нужен и неинтересен стал. Однообразным, одним словом. Ну, а какие планы-то у вас у группы? Вот, если ты говоришь, что группой занимается один Леха, благодаря ему держится, а может, оно как бы и нахер не надо тогда? Ну, я даже не знаю. Ну, если двум людям в группе это надо. А второй это ты? Да, мне это тоже очень надо. Просто у меня не получается. С работы, ну, это Алексей понимает, потому что есть некоторые дела общие. Я не могу их бросить. И музыку я тоже бросить. Кстати, про общие дела, это вот про это ты говоришь? Да, это мы с Алексеем как раз решили выпустить такие футболочки. Алексей дизайнер хороший, показал мне рисунки. Была возможность вложиться деньгами. Если бы мы на видео не снимали, если бы это никто не видел, я бы пошутил про хорошего дизайнера Алексея. Но так как это цивильная передача, Алексей хороший дизайнер. Да. Да! Вот. Ну и вы решили как бы пойти по стандартному пути и ебануть принт на футболках. У нас, мы даже делали, мы больше заморочились как-то в трех местах. Мы футболки купили в одном месте, принт делали совершенно в другом. Разные вот эти наклепочки совершенно в другом месте. И просто мы вот ездили, собирали из всего, вот как хотели. Ну и как бизнес? Ну мы это больше для себя делаем. Расскажи это вот, блядь, на долговикам. Что вы больше для себя делаете? Вот как вы это прокомментируете? Не, ну вот я честно скажу, вот, например, музыкой, что с ней связано, я вот вообще даже не планирую с ней денег. Это у меня отдушина, мне нравится. Мне нравится, я от этого кайф получаю. Я в нее больше вкладываю, мне нравится. Ну а чем, а чем ты занимаешься? Кто-то сейчас? Халтурю. Ну ничего такого. Без криминала? Ну да. Без криминала, гомосексуализма, все в пределах? Все в пределах нормы. Этого в химках видал. Деремянными членами торгов. Ну а в дальнейшем, вот мне как бы интересно, а что ты будешь делать дальше? То есть ты, окей, сейчас у тебя была операция там на колено, там какая-то халтура, да, что ты хочешь еще добиться дальше? Что у тебя есть какие-то такие цели, которые ты хочешь достичь? Я не знаю, там, занимаясь там тайским боксом, да, в тотеме, может быть, там, ты хочешь выйти на ринг, да, там, и, блядь, получить там кандидата в мастера спорта, там, разряд какой-то. Может быть, ты хочешь там отыграть в олимпийском. Что, ну вот есть вот какая-то цель, к которой ты вот целенаправленно хочешь идти? Ну, цель-мечта какая-то, вот что бы ты хотел? Вот после всего того, что с тобой было? Ну, всем, чем я сейчас занимаюсь, я хочу вот что-то определенного добиться. Чего? Ну, ну, в музыке мне хватит своей ниши, какой-нибудь, ну... Ну, там, 20 человек у сцены. Ну, не 20 человек у сцены, но вот как были там раньше там фестивали, человек по 500, по 600, когда приходило, было достаточно. Как-то больше вверх, я вот... Было достаточно для него, тут, блядь, по 500, по 600 человек сидишь там, рубишь там, вазелином везде смазываешь, чтобы, блядь, прошло нормально. Что это для него было нормально? Ну, ну, раньше как-то больше в сарафанном радио, я вот не умею, я не медийник, я не могу вот эти там фотки выкладывать постоянно, еще чего-то. Мне на это вот не хватает времени, я не считаю это нужным. Так время изменилось, годы идут, появилась информация и технологии. Ну, мне кажется, это больше хвастовство, когда ты что-то выкладываешь. Ну, нет, здесь я бы поспорил, потому что технологии действительно разные, если когда-то тебе хватало флайера в рок-магазине, да, то сейчас как бы, ну, это такой атовизм, да, в большей степени. То есть, листовка и листовка, ты ее взял, открыл и пошел, выкинул, как бы, ты ее... Раньше ты ее носил с собой, получал по ней скидку, сейчас как бы это никому не нужно. А вот, например, там постоянное напоминание, люди же сидят в соцсетях, да, вот, и ты постоянно им напоминаешь как бы о том, что... Там, чувак, а у меня там через неделю концерт, раз, там, типа, через два дня концерт, все выложат. Ну, я говорю лично про себя, про медийность, про медийность группы я не говорю. Вот самая главная цель Разгруппы является для людей, которые связаны с футболом, которые там даже сейчас не занимаются. Многие не поймут, что это уже жизнь. Это даже если ты там куда-то не ездишь, это все равно, оно так и остается. Футбол или музыка? Нет, мне кажется, это больше, даже музыка для меня около футбола. Около футбола это все. Матью Перри это тоже началось. Началось с около футбола. И оно началось, это друзья, тусовки, это вот вся жизнь. Я не могу вот это просто взять и вычеркнуть, сказать нет. А кто вот через моду приходит, вот им потом что-то не устраивает. А мне как что может не устроить? Я так жил все время. Ну и раз уж... Ну вот и как любой околофутбольный коллектив, мы растем, вкладываем в это. Делаем себя лучше. Уровень музыки, растет около футбола, должен расти уровень музыки. Ну, вышел на новый уровень фанатизм, так же группа должна музыкально играть, стараться. Матью Перри в личку. То есть ты себе поставил какую-то цель, там, участвовать в фестивалях на 500-600 человек. Ты готов что-то для этого делать? Да. Вот что мне говорят старшие товарищи, я все и пытаюсь сделать. Не спорить с ними, кто... А еще что-то там, семья, дети, что, вот какие планы? Вот просто, ну вот, я понимаю, что когда вот заканчивается жизнь алкоголика, ты выходишь на новый уровень, ты вот, ну, вроде бы теряешься, да, ты не понимаешь, как бы, а за что схватиться, я, блядь, все проебал, я старый, там, я еще... Там больше так получается, что ты, когда бросаешь пить, ты как король становишься, типа, я бросил, и я такой. Ну, а для всех ты обычный, вот многие там начинают этого не понимать. А, то есть ты как бы приобретаешь какую-то элитарность? Ты самый, да, ты такой, ты там поборолся. А на самом деле нихуя себе не представляешь. Ну, ты-то знаешь, как у тебя с алкоголем было, остальные-то не знают, как там было, думают, ну, пил и бросил, ну, и что тут? Ну, молодец, вот, а ты там ходишь, а потом тебя осаживают когда? Год через полтора. Обидно, но... Ты понимаешь, что, блядь, в принципе... А жизнь осаживает именно. Ну, да, от того, что ты бросил пить-то... Ты думаешь, почему там люди отворачиваются? Ты же такой хороший. Ну, скорее это называется в мученики себя записать, что, типа, я вот такой. Слушай, Костян, ну, я, наверное, пожелаю тебе добиться того, чего ты хочешь, скорейшего выздоровления тебе с коленом, возвращения к спорту. И новых мировых турне Олимпов без алкоголя и наркотиков. Да, я тоже так считаю.